Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про свои новые наушники Sennheiser HD 650. На YouTube существует огромное количество роликов, посвященных этим наушникам, где люди рассказывают про их спецификации, про их технические особенности, про какие-то эргономические, но я бы хотел остановиться чисто вот на своем экспириенсе, рассказать про то, почему я их использую и чем они ценные вообще в моем продакшне, в моей работе. Наушники поставляются в такой коробке. В коробке, по-моему, наушников нам дают вот такой вот очень длинный трехметровый провод, который на конце с таким вот большим джеком. Это удобно, почему? Потому что большинство аудиокарт имеют как раз вход на наушники на большой джек. И чтобы не покупать переходники, в принципе, переходники часто дают к наушникам, практически всегда, но чтобы лишний раз не пользоваться переходниками, вот вы можете сразу взять провод и воткнуть его в свою аудиокарту. Провод длинный, он не растягивается, но в целом довольно удобный. Наушники выглядят вот следующим образом. Они не тяжелые, весят всего 260 грамм. И при долгих сессиях прослушивания голова не устает. Вы бросаются в глаза такие вот амбушюры, которые имеют приятное тканевое покрытие. Под ними голова не потеет, когда вы долго сидите и что-то слушаете. Вообще, 600-я серия Sennheiser, она уже проявила себя на протяжении десятилетий, потому что, как мы знаем, первые Sennheiser выпустили еще в прошлом веке, насколько я помню. Наушники выполнены в таком титановом цвете, немножко поблескивающем на свету. Два кабеля подключаются к каждому из наушников отдельно. А чеха у этих наушников довольно ровная, нет особенных перекосов. Я бы сказал, даже плавный спад по верхним частотам, поэтому какие-то сильные сибилянты или тарелки, они не бьют по ушам, и можно долго и комфортно работать. В то же время у 650-й серии довольно сильно выражен бас, то есть низкие частоты в районе 100-150 Гц. Это приводит к тому, что вы слышите бас гораздо более четче и более ясно, чем на 600-й серии, в которой многие жаловались на нехватку баса. Но в то же время у вас немножко затеняются средние частоты и высокие частоты. Что мне всегда нравилось в Sennheiser 600-й серии, так это их плавная-плавная серединка, средние частоты. Если вы слушаете вокал, то вам будет особенно приятно и особенно комфортно. Вы услышите каждый нюанс исполнения, каждая деталь в голосе вокалиста. Но нужно отметить и минусы. То, что эти наушники не складываются. К сожалению, они совсем не портативные. При желании взять их с собой, вам нужно будет покупать какой-то отдельный кейс, либо складывать их в родную коробку, потому что иначе можно их случайно повредить или что-то с ними случится. Расскажу немножко про спецификации. Наушники имеют высокое сопротивление, 300 Ом. Но при этом чуть выше среднего чувствительность, это 103 дБ. Нужно сказать, что с мобильными телефонами вам, скорее всего, будет не хватать низких частот. И даже с какими-то аудиокартами, которые подключаются по USB и не имеют своего собственного питания, скорее всего, вы тоже можете страдать от нехватки низких частот. Но я использую свои Focusrite Scarlett 2.4 второго поколения, и в целом особых проблем не замечаю. В чем их прелесть? Прелесть этих наушников, в первую очередь, в том, что они открыты. Иногда при сведении или какой-то работе со звуком забывал вообще, что я свожу в наушниках. То есть я смотрю на экран и вроде слышу звук, но раз я как будто забываю о том, что я в наушниках, и думаю, что звук идет с мониторов. Проверяю громкость на мониторах, она в нуле. Я понимаю, что я в наушниках, и в этот момент такое приходит осознание, что наушники делают свое дело, они по-настоящему как бы дают максимально приближенный к мониторному звук. Но любые наушники – это всегда компромисс, потому что мы не имеем взаимопроекновения сигналов. Когда мы слушаем звук из мониторов, у нас и с правого монитора звук идет не только в правое ухо, но и в левое. При наушниках у нас такого нет. В этом случае мне очень помогают такие программы, как Audio Hijack, Sonarworks и Goodhears CanOpener 2. Это последние два – это плагины. Audio Hijack – это такая программка, которая берет звук с вашего компьютера и ставит в инсерт, в разрыв, различные плагины на ваш выбор эффекта. То есть, например, я ставлю в разрыв Sonarworks, который выравнивает мою частоту, характеристику сенхайзеров. И вторым плагином я ставлю Goodhears CanOpener. Это плагин, который позволяет осуществить взаимопроекновение каналов и сделать звучание ваших наушников максимально приближенное к мониторному. Нужно еще, конечно, сказать про цену. Эта модель наушников доступна для покупки в диапазоне от 22 до 25 тысяч рублей. Я считаю, что это в целом адекватная цена за эти наушники. Если же у вас бюджет чуть побольше, например, в районе 40 тысяч рублей, то я вам советую посмотреть на наушники Odyssey LCD 1. Это магнитопланарные наушники. То есть, они по своему конструкции совершенно отличаются от динамических сенхайзеров. И звук у них совершенно будет другой. Он такой более мощный. Но и раскачать этот звук тоже будет довольно сложно. То есть, с обычного телефона вы вряд ли с них вообще что-то нормальное услышите. Вам потребуется high-end player или какая-нибудь хорошая аудиокарта с качественным цифроаналоговым преобразователем. И в то же время LCD 1 они складываются. То есть, они довольно портативные и удобно их таскать с собой. Я когда был в «Доктор Хэде» и слушал наушники, сравнивал, какие взять себе, я наделал CD 1, послушал, мне реально понравился звук. Но вот единственная в них проблема была, что они сильно довольно сжимали голову. И чашки наушников, они немножко маловато для моих ушей. Есть еще, конечно, 600-я серия. И если вы больше тяготите такому классическому звуку, меньше басов, больше серединки, более такая детально проработанная середина, то советую вам обратить внимание на 600-ю модель. В ней все вот эти вот детали средних частот, особенно верхней середины, они будут слышны гораздо более ясно. Но там вы потеряете в объеме звука, как мне показалось. То есть немножко не хватает объема в низких частотах. В них, опять же, чуть меньше высоких частот, чем в 600-х. Это все вкусовщина, и ко всему можно привыкнуть, не забывайте об этом. Но все же советую пойти в магазин и сперва послушать самому наушники, которые вы собираетесь приобрести. Модели, которые конкурируют со Sennheiser'ами, это наши всеми любимые BR-динамики. По ощущению сцены, по проработанности пространства, я считаю, что Sennheiser'ы наголу превосходят эти BR-динамики. По детализации, по натуральности звучания они, опять же, превосходят BR-динамики. И по высоким частотам. Вот самое большое отличие, которое я услышал между Sennheiser'ами и BR-динамиками, причем я слушал BR-динамики 880-е, 990-е, открытые, у них у всех что-то странное происходит с высокими частотами. То есть на всех BR-динамиках вот какая-то лажа с высокими частотами, как будто у них изрезанная АЧХ. Я не знаю, может быть, это я так это воспринимаю, но когда я надевал BR-динамики, мне казалось, что хай-хэт где-то слишком громкий, а где-то выстрелил, какой-то крэш выстрелил, или райт, или где-то там электрогитара взяла ноту, и она прям мне ударила в уши. А в Sennheiser'ах такого нет. То есть в Sennheiser'ах очень-очень-очень плавные и ровные высокие частоты. Именно поэтому я выбрал в итоге Sennheiser'ы, несмотря на то, что BR-динамик довольно... Ну, я бы сказал, что детализация высоких частот, она выше у BR-динамиков, но они изрезанные по АЧХ. Проведя с этими наушниками уже больше трех месяцев, у меня остались лишь положительные впечатления, и я могу каждому рекомендовать эти наушники к покупке. Единственное, что будьте осторожны с вашим источником. То есть если у вас обычный лэптоп, и у вас нет внешней аудиокарты, или у вас, например, аудиокарта не имеет достаточной мощности по выходу для наушников, то советую присмотреться, может быть, к более низкоомным BR-динамикам, потому что их в вашей аудиокарте будет раскачать гораздо легче. Но если у вас с картой все в порядке, если у вас нет такой нужды в постоянном, в портативном варианте, то смело их уберите, но, опять же, смотрите на цену. То есть выше 25 тысяч я бы их не стал покупать. Вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!